МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ждут встречи с ними. Международный день стоматолога сегодня отмечается. Какой праздник. Мы, кстати, сегодня тему здравоохранения немножечко затронем. Уже в самом конце, во втором часе, поговорим о развитии проекта по предоставлению в прокат или на прокат вещей, необходимых в первую очередь новорожденным детям в первые годы их жизни. Первый такой пункт появился в прошлом году на базе Кировской детской областной больницы. Но речь идет, в первую очередь, о семьях, которые находятся в непростой жизненной ситуации. То есть, например, не могут себе позволить детскую кроватку или детские санки купить, и эти вещи можно на прокат взять. И в этом году еще и районы присоединятся к этому направлению работы. Но об этом чуть позже. Кроме того, во втором часе гостем нашей студии станет Роман Береснев, председатель законодательного собрания Кировской области. Будем говорить о том, чем депутаты у нас будут заниматься в 2023 году. Планов там очень много. Ну и гостя нашего первого часа тоже представляем ее. Да, Светлана Кикина у нас в гостях. Начальник отдела охраны окружающей среды и зеленого строительства управления дорожной и парковой инфраструктуры. Светлана, добрый день. Так и хочется обратиться к нашим слушателям. Угадайте, о чем мы будем со Светланой говорить. Да, звоните 211-101. Тот, кто угадает, получит от нас приз. Шутка. Голубую ель. Голубую ель из Кабардино-Балкарии, да, как нам сообщили. Ну да, мы Светлану пригласили в очередной раз для того, чтобы поговорить о масштабных планах по озеленению нашего города. Вы очень активно работаете, обсуждаете, встречаетесь на разных площадках. Самые первые лица города и региона подключились уже к этому обсуждению. Губернатор Соколов недавно заявлял о том, что нам надо действительно с размахом подходить к этому делу. Тут в списке работы и историческая часть Кирова, и Александровский сад, и Октябрьский проспект, и Набережная, и парки Минекирова, и въезды в город, и улицы Карла Маркса. В общем, очень много всего. Ну и, конечно, порадовала нас новость о том, что финансирование на работы по озеленению в этом году будет выше, чем обычно. Практически в два раза. 24 миллиона, вернее, 54 миллиона – это новая цифра в сравнении с 24 миллионами, которые были в прошлом году. Ну вот перед тем, как мы перейдем к планам, Светлану хочется спросить, как специалиста, все-таки зима еще? Ну, зима заканчивается, слава богу, да, уже чувствуется дыхание некой весны. Как зиму переживают у нас насаждения в городе? Потому что мы каждый холодный период наблюдаем картину. Приехала снегово-уборочная техника, убираются участки между проезжей частью и тротуаром, где, собственно, произрастают деревья. Они нечаянно, мне хочется надеяться, да, не специально повреждают стволы. И, кстати, ведь не обязательно прикасаться, да, металлической частью этого трактора. Снег настолько бывает спрессован, да, что вот эти ледяные глыбы, они тоже оказывают воздействие, давят на кору, и потом мы все это видим. Вы следите вот сейчас, вот в холодное время года за этой... как-то пытаетесь внушать? Ай-яй-яй, аккуратней, пожалуйста, убирайте снег. Ну вот я полгода назад пришла на эту должность, и первая проблема, про которую вообще хотели и с чего начинали, о том, что, ребят, чтобы мы не посадили в городе во время снежного периода, это может быть все либо повреждено, либо снесено, потому что, как активист, я видела, что ежегодно служба высаживает огромное количество кустарников вдоль дорог, любые путепроводы, любые там дороги, везде есть новые посадки, но весна, и получается, что посадок не остается, либо их остается существенно меньше, вот, но так как мы работаем в дорожно-парковой инфраструктуре совместно с теми, кто содержит эти дороги, мы решили, что вот в этом году у нас такой тестовый режим, то есть у нас есть новые посадки, есть посадки, которые уже, там, благо второй, третий год где-то живут, и этот перечень мы передали в письменном виде и еще в картинках, в отдел содержания, и в некоторых местах... Это с целью вот, смотрите где, да, аккуратней. То есть, по идее, методика такая, что дальше мастера объектов, они передают своим рабочим, и, соответственно, рабочие делают объезды, и в некоторых местах это действительно получается сделать, вот, причем горожане пишут и звонят о том, что почему раньше здесь гребли, а теперь здесь не гребете, или почему-то уже стал тротуар, или вот, и как раз объяснение в том, что там были посадки или есть посадки, и вот изменилась методика, там, расчистки. Не везде это получается, потому что все улицы отритингованы, и это был, ну, такой большой проект по содержанию города, вот, в котором озеленение так-то не учитывалось. Вот, и чтобы его изменить, это опять же нужно делать, ну, новые регламенты, вот, на основе чего их делать, то есть какая у нас статистика, какие у нас есть рекомендации, то есть вот эти цифры нам нужно накопить, вот, поэтому сейчас мы их накапливаем, и всех горожан я бы попросила делать что? Не в соцсетях выкладывать фотографию, ой, ободрали кору дерева, вот, а какая методология, там, процесса была бы полезной. В теруправлении, в котором, в ведомстве которого находятся все работы, которые там проходят строительные, по ремонту, реконструкции, вот, у них есть пул тех, кто контролирует данные участки. Инспекторы. Инспекторы, да. Инспекторы этого управления, которые, по идее, должны находиться в городе и отслеживать, что происходит. Да, вот, и этим инспекторам нужны фотофиксация, адрес, там, где зафиксировано само нарушение, там, правил содержания, и тогда они смогут уже составить грамотное предписание, и мы его передадим подрядчику. То есть сейчас это выглядит так, что где-то в сети выкладывается фотография, мы должны, ну, угадать, где это найти, зафиксировать адрес, указать, написать, ну, в общем, это вот очень большой, то есть была бы большая помощь, если бы работали совместно с активными горожанами. Вот, поэтому посмотрим, как пройдет эта зима. Вот, еще раз повторю, что на некоторых участках прямо видно, что регламент можно изменить, и это будет происходить. И отметила для себя еще психологический момент, что деревья, которые выглядят как деревья психологически, то есть у них там крупный стволик, у них рядом есть защитное ограждение, то их чаще обходят, объезжают, то есть их воспринимают как деревца, которое нужно беречь вот на каком-то психологическом уровне. Ну, это как в дикой природе, чем больше объект, тем больше его опасаешься, боишься, обходишь стороной. Но если у дерева есть столб, ну, как бы, то есть ствол полноценный, да, а он еще покрашен, например, белой краской, то он воспринимается как столб. Ну, то есть столбы стоят покрашены белой краской, либо серб. То есть часть неживой природы. Да, часть неживой природы. Поэтому, да, вот эти вот моменты, ну, я как психолог, я их подмечаю, что вот оказывается, ну, вот у меня еще вот такая статистика вырисовывается. Кто раньше подмечал, не подмечал, не знаю, но это я тоже буду анализировать. А подрядчики, если они какой-то вот непоправимый вред, да, насаждением нанесли, какую-то ответственность несут, ну, ладно, штраф, но штраф им тоже, новое дерево не посадишь. Вот здесь момент тоже нужно регулировать, потому что так-то те, кто строит или ремонтирует теплосеть, там, канализацию, водопровод, по идее, у каждой из этих систем тоже есть охранная зона, да, как и там содержание в ремонте, вот, и никто из них так-то не обязан в полном объеме восстанавливать деревья. Так называемые компенсирующие. Компенсационные посадки. Компенсационные, да, посадки. То есть те, там, коммунальные структуры, они, у них в регламентах, что нужно восстановить, например, газон, ну, или компенсационные посадки в таком же объеме. Но это не говорит о том, что дерево должно, ну, допустим, оно уже, там, с большой кроной, а мы высаживаем сколько? Ну, три небольших. Ну, то есть вот эти вот моменты, их тоже нужно еще прописывать. А благо, что мы встретились на прошлой неделе со всеми коммунальными службами, администрация организовала такое событие, и все высказали, что готовы как-то рассматривать какие-то допуски, увеличить даже площадь возможной посадки. То есть это основная проблема, что мы, допустим, дерево аварийное, стрещенность, дуплом, наклон, и его предписано убрать, а на место посадить мы уже не можем. Это вот с исторической частью города, что происходит. Коммунальные службы предложили обсуждать каждый объект отдельно, то есть где они и как могут разрешить, например, не три метра защитная полоса в одну и в другую сторону, как по улице с паской, например, идет. А какие-то допуски, если мы устанавливаем при посадке прикорневые барьеры у деревьев, на какую глубину и из чего они будут сделаны, или мы можем кашпо, тогда им нужна техника, которая поднимет это кашпо. Но вот этот процесс общения и создания новых норм, новых правил, он вот как раз сейчас в процессе обсуждения. В общем, более кропотливая, более такая трудоемкая работа, да? Готовы к ней все стороны-то? Как по ощущениям? Ну, это, наверное, как в продажах. Нужно пройти там семь этапов общения, чтобы начать улыбаться друг другу. Да, ребята все сказали, все представители всех коммунальных служб, что да, мы готовы обсуждать, давайте конкретно вот уже на примере. И, например, наш многострадальный Октябрьский бульвар с елем около ЦУМа. То есть была большая проблема от того, что ее ели были демонтированы. Теперь вопрос, что там идут теплосети, водоканал, там невозможно с одной стороны вернуть деревья на прежнее место. Вот. И здесь вопрос, можно посадить ели обратно, ну, по одной стороне. Вот. Можно сделать меньше деревья, например, липы, с двух сторон сделать посадки. Горожан не устраивает ни тот, ни другой вариант. Давайте обсудим, разговаривать. А какие тут высказываются просьбы, пожелания? Ну, по поводу елей, что мы так привыкли, что на всех фотографиях советского Кирова есть Киров и ели. Киров в окружении елей. Да. Голубые ели. Голубые ели, да. Вот. По поводу того, что весь Октябрьский бульвар требует реконструкции, именно озеленения, что мы видим, начиная от Танка до Розы, Люксембург, да, вот этот сегмент, что там это поля по внешнему краю, который идет к проводам, к транспортной магистрали, что там деревья уже устали. И они были когда-то обрезаны, омоложены, но потом запущены, и у них ветви настолько толстые, что они вот опускаются. Вот. И начиная от этого сегмента можно создать бульвар прямо до Комсомольской площади. Такая возможность, чисто гипотетически, да, она всегда витала в воздухе. Вот. То есть продолжить его туда, от Воровского вниз по Октябрьскому проспекту до Комсомольской. И тогда получится, что у нас вот эта часть, она уже перестанет быть той доминантой, с которой начинается Октябрьский бульвар. И как-то бы ее включить в жизнь всего города, потому что молодежь там на скейтах катается. И, то есть, назначение самого, как возложение цветов, вот, это место уже не используется. Поэтому вот эти вот два варианта будут сейчас вот есть на чаше весов, и можно обсуждать. А насколько вообще, вот, с технической точки зрения возможно провести вот этот процесс, да, если мы говорим о тех деревьях, которые вот с внешней стороны, которые уже требуют где-то подрезки, видимо, где-то замены, да. А насколько возможно этот процесс провести безболезненно, не знаю, да, то есть где-то там два убрали, тут что-то подсадили. Безболезненно ты имеешь в виду для горожан, да, чтобы это место пустым не оставалось. Растянуть, я не знаю, на несколько лет или как, или придется... Ну, в любом случае, наверное, придется терпеть. Как пластырь отрывать. Как со стоматологией, да, с чего начали? Вот нужно, придется потерпеть. Надо потерпеть. А здесь вопрос, что сейчас мы составляем проект по реконструкции вот этого бульвара. Сейчас готовы для обсуждения первой как раз около памятника Кирова, там, где яблони, да, яблоневая аллея. Тоже уже далеко не молодые, к сожалению. Да, причем рядом же находится сельхозакадемия, и так-то вот практика для студентов, которые с плодовиками должны уметь работать. Вот, и та часть, которая, например, у танка, так как она необходима вот в первую очередь ее реконструкция, потому что она представляет угрозу именно вот эти тополя. И, возможно, на там следующей неделе, ну, в течение февраля будет как раз встреча в выходной день, чтобы все желающие могли прийти, и вот мы бы рассказали про то, что мы предполагаем здесь, как это будет происходить. Потому что, по идее, по документам такого понятия, как реконструкция у Минстроя еще не было, потому что у нас правила какого-то, там, почти 97-99 года. А деревья тогда еще были 20-летние, молодые, свежие. Тогда еще не думали о том, что когда-то они будут ломаться, падать на голову и так далее, ветки отлетать. Да, даже, ну, а вот само понятие реконструкции озеленения, она есть, она есть в садоводстве, она есть в парководстве, в лесоводстве. Оно есть, как рекультивировать, как сделать, вот. Но это вот процесс такой болезненный во многом. Какой, ну, можно делать замещающие посадки, то есть дерево выбрали, посадили на его место что-то там, вот. Но у нас получится вот такой вот чистокол. Как вот нам не нравится, например, с историческими домами, да, исторический дом, тут высотка. Что-то современное, да. Да, вот. И так-то, чтобы реконструировать правильно, нужно сделать одномоментную посадку новых одноуровневых деревьев, одновозрастных. То есть вообще убираем все старое? Вот, здесь момент. И высаживаем новые? Это, да, это первый вариант. Второй вариант. Там есть ряд тополей, есть ряд лип. Вот. И здесь можно, например, липы, они подлежат санитарной обрезке, то есть по ним там вопросов меньше всего. Вот. А тополя заменяются, то есть вот такая частичная реконструкция. Вот. Это тоже возможно. Вот. Это такой, возможно, более сбалансированный вариант. Но инвентаризация, она проходила по Октябрьскому бульвару. То есть там все деревья, которые под... ну вот уже вот не ушить, они отмечены. Это посчитано, да? Да, посчитано. Сколько их примерно? Ну, в процентном соотношении, чтобы понимать, чего мы можем лишиться. Вот если говорить про этот конкретный от танка до... Вот, да. Я бы хотела, чтобы прошла инвентаризация совместно с горожанами. То есть вопрос, давайте посчитаем все вместе. Что у меня вот есть инвентаризация, которую провели специалисты. Вот они там сделали свои рекомендации. Сейчас мы пройдем еще все вместе и вот решим, да, что делать. Конечно, принимать решение все равно там руководству и профессионалам. Но мнение, вот такой вариант или вот такой, давайте будем принимать все вместе. Поэтому про проценты на данный момент не скажу. Давайте дождемся результатов, когда вместе прогуляемся, отметим каждое дерево. Как раз процесс инвентаризации это еще один момент, который очень нужен в городе. И который... Безусловно. Вот. Надо же знать хозяйство-то свое. А вопрос. Платформы нет? То есть методики нет, да, собственно, на базе чего, да? Есть сама методика, да. Методика инвентаризации есть. Она с 97-го года не менялась. Все вроде бы там как бы все хорошо. Вопрос, как ее нанести на карту, чтобы ее все видели. Во-первых, там и горожане, и профессионалы. И что дальше с этим делать? Кто будет заносить? Зато еще будет заносить. Ну, хорошо, мы с вами сходим и сфотографируем. Ну, вот там дерево, там аварийное, не аварийное, ну, то есть просто отфотографируем. А если я пойду с другой стороны, то у нас с другой стороны уже будет, ну, другой эффект, что ли, да? Как нам это вот все... В общем, технических вопросов много. Да. И завтра у нас как раз будет обсуждение этого вопроса с Ижевском. Так. У них есть какой-то опыт. Что за специалисты, да? Да, то есть в нашем вузе, в АТГУ, там есть прекрасные специалисты, и они могут создать платформу для нанесения всех зеленых насаждений, чтобы и зеленое строительство могло работать с этой платформой, и чтобы горожане видели, то есть там частичный доступ и так далее. И все документация может быть в электронном виде. Вот. То есть мы обсудили этот вариант с ними. Но в Ижевске тоже есть, как у нас вот Кирафодпроект, у них вот есть тоже проектный институт. Горозеленпроект какой-нибудь. Ну, да. То есть мэрия им дала запрос, и они уже разработали такую программу. То есть мы вот завтра как раз спросим, а покажите нам эту программу, может быть, нам легче вашей воспользоваться, чем создавать что-то с нуля. Потому что они... А почему это они должны каким-то иногородним товарищам показывать свою программу? Они же не бесплатно и делали, не знаю, продукты, в том числе, интеллектуального труда. А в любом случае это будет какая-то оплата. А, ясно. То есть какие-то договорные отношения будут на возмездной основе. Да. Ну, потому что это большая работа. Вот если спросить ландшафтных, архитекторов, парководов, лесоводов, то есть инвентаризация зеленых насаждений — это трудоемкий процесс, да, когда нужно каждое дерево нанести с привязкой, с геометками, и на нем, чтобы бирочка была. А тут весь город. Так, давайте тогда с Октябрьским проспектом. Да, я согласен, да, пора подытожить, потому что мест очень много. Просто хотел еще спросить, где будет сообщено вот эта вот встреча общественности на Октябрьской аллее? Где можно будет узнать, где посмотреть? Сейчас у нас есть... Думаю, что заинтересованных немало, да, найдется? Сейчас у нас есть группа в ВКонтакте. Там будет афиша и анонс. И так-то мы мероприятие там анонсируем. Потом у теруправлений будет на их страницах. Это Октябрьский проспект. У нас идет Ленинское теруправление, поэтому с ними будет как раз на их страничке. Ленинское перетекающее в Октябрьский. В Октябрьский. Да, в Октябрьский. То есть Ленинское и в Октябрьского. И также на сайте администрации, я думаю, что будет афиша. Вот. Ну и дружественные паблики также рекомендуют. Так, да, хорошо. Еще одна крупная. Ну, давай, Карла Маркса, да. Еще одна крупная улица. А мы звукорежиссеров хотим попросить добавить нам звука, потому что что-то мы с себя перестали резко слышать. И нашу гостью тоже. Карла Маркса, да? То есть еще один крупный объект. Какие работы планируются, да, на каком протяжении? Вот как раз я такая теплая к вам пришла. Мы гуляли по Карла Маркса с исследованием, с наблюдением. Сегодня? Да, сегодня. Вот буквально вот с 9 утра мы ходили. То есть какой сейчас проект, да, что там можно сделать. Так как Карла Маркса — это такой основной туристический маршрут, на нем есть и наша театральная площадь, и вузы есть, и есть администрация, и наш ботанический сад. То есть это, ну, такая титульная и бракосочетание также. Вот. Она проходит через весь город, улица, и она достаточно сложная. Администрацию-то не забывайте уж. А, вот. Областного центра тоже доходит. Вот. Там идет огромное количество коммуникаций. Урбанизация на этой улице прям такими огромными мазками, что мы видим, вот у нас в 20-м году по Яндекс.Картам мы видим еще с двух сторон вдоль дороги идут деревья. Сегодня там 23-й год, мы их уже не видим на месте. Это вы имеете в виду панорамы, где можно посмотреть, да, функции на Яндекс.Картах. Да, 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 функции на Яндекс.Картах. Вот. То есть улица сложная, улица протяженная, улица историческая. И самим нам ее запроектировать огромное время нужно. Нужны профессиональные навыки, больше опыта. И мы пригласили здесь к участию ландшафтное бюро. И то бюро, которое может на себя это взять, это лесопромышленный колледж. Так случилось, что там работает Тючкалов Леонид Васильевич. Это один из самых старейших в городе парка создателей. Вот. Сейчас в его ведомстве находится дендрарий в Нововятске. Вот. И там у него питомник городских деревьев, кустарников. Вот. Там он обучает студентов. И у него есть как раз выпускная группа, с которой они возьмутся сделать проект улицы Карла Маркса. Это впервые будет сделано? Это впервые будет сделано. А какой ездит же какой-то в любом случае запрос к этому, да, проекту? Вот. Здесь техзадание, наверное, имеете в виду, что техническое задание на проектирование. То есть мы передаем все выкопировки, то есть где проходят коммуникации, где какие собственники идут. Потому что, оказывается, улица Карла Маркса, она так-то, общественных территорий очень мало на ней. На ней... Придумовые территории, что ли? Например, бракосочетания. И вот эти вот клумбы, это придумовые территории. И почему там ничего не растет? Потому что собственникам нужно решить, что там будет. А там, представляете, какой огромный дом. Ну, так вот, еще большое количество территорий, которые наполовину принадлежат городу, а наполовину домам. То есть вот эти вот... Понятно. То есть вопрос собственности, да. Вопрос собственности. И он важный. Даже сегодня по обрезке деревьев мы смотрели, что здесь обрезано, здесь не обрезано. Вопрос собственности. Так вот, вот это вот Карла Маркса. У лесопромышленного колледжа есть вот эта мощность из 16 студентов, там студентов, которые возьмут себе эти территории. У каждого будет свой отдельный проект, но это будет выстроено все в единую концепцию. То есть улица Карла Маркса, она будет такой единой. Вот. И сейчас мы вот рассказали об этих сложностях. У нас была встреча в лесопромышленном колледже. Мы рассказали журналистам и горожанам, депутатам о том, что вот такой процесс сейчас запущен. У нас есть инвентаризация по этой улице деревьев. То есть в динамике мы можем с 16-го года посмотреть, как вот до 19-го года менялся состав. Можем посмотреть вот там выкопировки собственности. И сейчас до 31-го мая будет процесс планирования, проектирования. И вот сегодня был такой один из этапов, когда мы осматривали. Еще раз вышли, чтобы посмотреть, да? Да. И технические задания все вот дописать. Дальше будет уже научный руководитель работать со студентами и вместе с нами с УДПИ по как раз созданию проекта. И 31-го мая мы его планируем на научной конференции предоставить. То есть с картинками, как мы принято говорить, с текстом, с обоснованием. То есть прям вот такой формы будут иметь. И вот этот работ по озеленению, я так понимаю, в этом году еще не начнется. Или что-то успеем в этом году сделать. А давайте мы об этом уже после рекламы небольшой поговорим, да? Потому что подходит время небольшой паузы. Мы напоминаем, что беседуем со Светланой Кекиной, начальником отдела охраны окружающей среды и зеленого строительства управления дорожной и парковой инфраструктурой. Тема у нас масштабнейшая. Озеленение города, новые подходы, новые концепции. Увеличение суммы финансирования на эти цели впервые в этом году у нас произошло. Вернемся через полторы минуты. Дневной разворот продолжаем. Светлана Кекина у нас в гостях. Говорим о грядущем масштабном, да? По крайней мере, как мы надеемся, озеленении Кирова. Закончили на улице Карла Марса. Не закончили. Не закончили. Продолжаем. В 2023 году возможно ли, что уже начнутся какие-то конкретные работы по озеленению? Потому что с проектом понятно. В мае, мы надеемся, в конце мая его презентуют. Дальше что? Я еще сделаю отметку, что 31 мая. Почему этот день выбран? Потому что это профессиональный день ландшафтного архитектора. Ну, вот ваш профессиональный праздник. Наш профессиональный праздник, да. И мы хотим в этот день провести большую научную конференцию о том, а вообще, как изменилась ситуация с деревьями в городе. Деревья, кустарники сейчас живут в... Такого не было раньше. До 50 градусов нагревается асфальт. Дерево живет в маленьком квадратике. То есть, как оно себя чувствует? Справа асфальт, слева брусчатка и так далее. То есть, очень мало вот эти зауженные такие пространства, где можно пробиться. Вот, поэтому прям нужна большая конференция, чтобы ученые рассказывали и в научно-популярной, опять же, форме. Вот. И что мы сможем успеть за этот сезон? По идее, у нас посадочный он может быть и в сентябрь, октябрь, там, ноябрь. Есть компании, которые и зимой высаживают деревья. Ну, компании-то и есть. Климат у нас такой. Да, конечно, нужно готовиться. Поэтому, возможно, какие-то сегменты можно будет сделать. То есть, это будет называться именно реконструкция. Когда, если остался на всем протяжении там квартала одно дерево, то давайте мы его уберем, все полностью, создадим условия для деревьев в виде открытого пространства вместо брусчатки. Сделаем посадки крупногабаритных, крупноформатных деревьев. Но чтобы это было, ну, такой единым. Я надеюсь, что у нас хватит сил, возможности это сделать. Немножко с другой стороны хочу повернуть эту тему. У нас ведь народ как живет? Зачастую в каком-то страхе, в какой-то тревоге, да? Вот не означает ли это, что улицу Карла Маркса вообще вырубят там от деревьев? Вообще вот все снесут, там посадят что-то новое, и это будет расти не знаю, сколько времени, сколько лет, и мы вообще не доживем до того момента, когда увидим эти полноценные насаждения. Ну, вот по поводу страхов, это, наверное, основной тормоз нашего развития, что мы всегда боимся. А если делать это из любви, вот, то есть вот сама позиция из... Поменять с минус на плюс. Да, и из любви, что, ну, когда нужна операция, то нужна операция. Вот тут вырезать, да как бы вырезать. А по поводу Карла Маркса, там по каждому дереву будет составлен паспорт, так называемый, и, соответственно, рекомендации. Если уж как бы нечего ушивать, так нечего ушивать. А сейчас, на данный момент, там есть, ну, например, страх по поводу театральной площади, о том, что сейчас архитектура готовит проект по реконструкции каждого из этих скверов. Нам обещали, что в 23-м году тоже должна начаться эта работа, реконструкция главной площади города. И, конечно же, с озеленением, вот, но там деревья, они хорошие, вот, там предполагается санитарная обрезка. Там липы в основном? Там липы сейчас, там есть ивы, там даже есть дубы, вот, и ели мы знаем, что около памятника Ленина есть, вот, поэтому здесь много разных деревьев, и каждый будет проанализировано. Я надеюсь, что мы также сможем провести обсуждение, то есть презентацию концепции и обсуждение. На всей театральной площади не хватает второго яруса цветущих кустарников, поэтому я думаю, что это будет основной концепт именно вот этой вот площади. Надеюсь, что с озеленением мы тоже сможем справиться в этом году. Ну что, куда дальше пойдем? У нас времени остается всего лишь пять минут, а места еще много, куда мы бы могли шагнуть. Въезды в город. Въезды в город. Просто, казалось бы, въезды в город — это то место, где можно, наверное, разгуляться, или там тоже опять какие-то коммуникации. Ворота города, да. Много уже лет идет об этом речь, а давайте вот по тем трассам, по которым мы въезжаем, это будет что-то интересное, необычное, ведь путешествие, путешествия по стране. Фигуры из деревьев. Да, и проезжая там другие крупные города, мы же видим, что там этим занимаются, входными группами-то, да. А что может отдел из зеленения сделать с входными группами? То есть точка. Да, озеленить. Поэтому мы предложили круг, например, на Луганске, около Макси, сделать озеленение. Предложили по советскому тракту. Там есть место-то? Там плотненько все достаточно. Очень немного, да, потому что есть ограничения не от уже сетей, а от БДД, то есть безопасность нашего дорожного движения. Есть ограничения по размеру деревьев, по тому, сколько нужно отступить. И с учетом этого мы сделали разработку и согласовали. Вот что мы будем делать, чтобы когда приезжаешь, например, в аэропорт выходишь, ты понимаешь, что ты на вятке. С вокзала выходишь, ты понимаешь, что ты на вятке. Это вот такое озеленение, оно будет в разных местах по-разному, где-то это будут контейнерное озеленение, потому что привокзальная площадь, это там много территорий самого ЖД. Помните, что такое контейнерное озеленение? А когда деревья, ну, невысокие деревца, они высаживаются в катки. Ну, то есть этот контейнер, они могут быть разного формата. Сейчас есть уже и все сезоны, то есть можно на зиму не убирать, и деревья уже зимуют, и в нашем городе такое уже есть. То есть им вполне там комфортно и достаточно этого количества земли, да, почвы? Да. Там проблема с содержанием, что воды достаточно много нужно, и периодичность там полива, то есть здесь таких мест, мне кажется, должно быть не так много, но они будут. Ну, вообще вот это контейнерное озеленение, насколько масштабно его можно использовать в исторической части города, да, например, там, где дерево мы убираем, а на его место посадить новое не можем, как раз-таки из-за того, что коммуникации залегают. Да, и это один из вариантов, который мы предложили коммунальным сетям, как решение, вот. Здесь вопрос, что они попросили, чтобы было у этих контейнеров, чтобы было возможно погрузчикам подъехать, потому что если чрезвычайная ситуация, почему вот эти зоны-то ограничения существуют, что при чрезвычайной ситуации они должны иметь доступ к вот здесь и сейчас, поэтому у них есть техника, которая там может переставить, но они должны знать эти там куски. Вот, могут быть парклеты, вместо там двух парковочных мест может стоять парклет с озеленением, то есть это уже такая готовая конструкция, на которой есть сидение и дерево, например. То есть такое тоже вот по улице Спасской, по улице Московской, по улице Преображенской мы бы хотели попробовать. С точки зрения финансов, насколько это затратнее, чем высадка обычных деревьев? Или наоборот, это дешевле? Здесь вопрос в содержании в дальнейшем, потому что основной момент, чтобы дерево жило долго и счастливо. Вот, когда оно в горшке сидит, то его нужно много поливать, там нужен дренаж, нужны утепления в самого контейнера, то есть технически это сложнее сделать. А и потом в содержании, в поливе, то есть нужно постоянное, ну, надеюсь, не ежедневное, но это поливы. По опыту других городов. Зависит от погоды, в том числе, да, конечно, да, если жара, то приходится больше внимания, это мы все не теряем. А это опыт, например, Нижнего Новгорода, когда они сделали контейнерное озеленение, например, на своей, на покровке. На пешеходной улице. Да, на пешеходной улице, то у них в контейнерах как раз сидят вроде бы неприхотливые ивы, но видно, что им не хватает воды. Поэтому ребята сейчас работают по поводу подвода туда воды. Казань точно так же. Они вскрывали плитку, они делали на своей, на Баумана, тоже сделали озеленение, но воды все равно недостаточно, поэтому они везде подводят воду. И вот в этом особенность сейчас содержания деревьев в городе, что если раньше говорили, ну, и ухаживать не надо, то вот хотим мы того или нет, хотя бы первоначальное, необходимый полив. У нас минуты полторы остается до завершения беседы. Увы, не успеваем обо всем поговорить, но потому что действительно работы очень много и будем надеяться, что в ближайшее время мы снова встретимся в нашей студии. Мне вспомнилась фишка советской эпохи, когда в честь каких-то памятных дат, юбилеев высаживали деревья в виде цифр, букв. У нас даже в районе Победилова, да, ведь там что-то есть такое, да? 50 лет КПСС. Октябрьская революция или КПСС, там что-то такое. Может, к 650-летию тоже нечто такое предусмотреть, но там не знаю. А запомним мы это как идею, да. Ну что, давайте еще раз напомним, что вы все начинания, все инициативы свои хотите с общественностью активно обсуждать. Просим слушателей, горожан следить за новостями и на сайте администрации, в группе ВКонтакте. Управление дорожной и парковой инфраструктуры имеется именно отдела зеленения. Отдела зеленения, да, пожалуйста, заходите, подписывайтесь, смотрите, но к этому разговору мы, видимо, будем возвращаться, да, снова и снова, да. Светлана Акикина, начальник отдела охраны окружающей среды, зеленого строительства, управления дорожной и парковой инфраструктуры была у нас в гостях. На этом первая часть дневного разворота завершается. Мы с Владимиром вернемся через 20 минут.